Привет, с вами Андрей, на ShutterPixel Dungeon. У нас вышла версия 2.5.0. Собственно, это уже не бета, это официальный релиз вышел. Ссылки доступны для скачивания. Что нового в самой версии? Включает в себя переработку журнала, несколько новых безделушек и тонны мелких правок изменения баланса. Также есть заставки для каждого региона подземелья, которые можно увидеть во время загрузочных экранов. Чтобы увидеть полный список, стоит посмотреть, собственно, предыдущие блоги нашего разработчика. Кроме того, это еще не связано с версией 5.0. В прошлом месяце Шатарет отпраздновал свою десятилетнюю годовщину. Я об этом написал в блоге, в конце которого есть захватывающий тизер. 10 лет Шатарет. Пиксель Данжен. Вот полный список изменений для 2.5.0. Нажмите или коснитесь до каждой записи, чтобы прочитать больше. Обратите внимание, что этот список изменений по мере выпуска патчей и добавления комментариев разработчиков. Поэтому проверяйте экран изменений в игре для получения самой последней версии. Новый контент. Комментарии разработчика. Капитальный ремонт журналы. Новые безделушки. Регион Splash Art. Ну, это, скорее всего, заставки региона имеется в виду. Изменения интерфейса. Проклятые палочки. Улучшения в записи с запасами. Более 30 разных изменений. 35 исправлений ошибок. Усиление бонуса к безделушкам. Дуэлянские бафы. Монаха бафы. И другие бафы. Нерфы. Идентификация бомбы. Травяные полы. И другие ослабления предметов. Что будет дальше? Следующим крупным обновлением станет версия 3.00. Которая добавит, я говорю, шестого героя Клирика. Клирик будет божественным заклинателем, который фокусируется на обороне и полезной магии. Которую он получает доступ через уникальный предмет. Я ожидаю, что он будет контрастировать с магом, чьи способности к тайной магии усиливаются у Жезлов. Я ожидаю поделиться более подробной информацией с священниками в сообщениях блога, когда версия 3.00 будет ближе к ревизу. Как и у всех героев, у Клирика будет 2 подкласса, 3 способности брони и 26 талантов. Офигеть. Это очень много. Версия 3.00 также, вероятно, будет включать некоторые визуальные улучшения. Потенциальные, включая некоторые из которых я дразнил в недавнем блоге. 10 лет. Шатерпиксель данжен. А также несколько других, о котором я еще не поделился. К сожалению, новый арт все еще находится на ранних стадиях, поэтому мне очень сложно сказать, что будет, когда выйдет версия 3.00 и что конкретно может быть готово. Как всегда, в версии 3.00 будут и некоторые исправления более мелкие, включая исправление ошибок и незначительные правки баланса механики. Учитывая то, что версия 3.00 займет некоторое время, я, скорее всего, дам версии 2.5.0 более крупные патчи, чем обычно, включая любые необходимые правки баланса или механики, которые я не хочу откладывать в версии 3.00. Версия 2.00, которая добавила дуэлянта, заняла около 5 месяцев. Хотя, очевидно, я хотел бы, чтобы обновление вышло быстрее, но я не могу ничего обещать. Я ожидаю, что буду делать некоторые посты по мере развития разработки, так, чтобы вы должны услышать хоть что-то от меня о прогрессе и дизайне клерика до конца года, в идеале до декабря. Пожалуйста, имейте в виду, что я всегда стараюсь поддерживать указанное мной это, и это всего лишь оценки. Если вы не получите от меня ответа к указанному времени, это означает, что я все еще занят обновлением. Собственно, вот как-то так. Вышла версия 2.5.0, она датирована, собственно, 11-м числом, как вы видите, 11-м сентября. Ну, для вас она будет чуть позже выложена. Но факт в том, что версия вышла в релиз. То есть, она вышла из бета-версии, тем самым она вышла в релиз. Вот, поэтому как-то так. Всем спасибо за просмотр. С вами был Андрей, всем пока. Субтитры создавал DimaTorzok